Мы в этом зале первый раз. Ну, одесса движется в модном тренде. И мы решили посмотреть, как вообще мы себя здесь получили. Ну и как вам зал? Отлично! Нормально. Все все видно, все все слышно. Замечательно. Прежде чем мы с вами поговорим. Люди, которые вас сегодня пригласили, они же вам что-то обещали. Кому что? Миллионера. Так. Ну, действительно. И заметьте. О! Нормально? Слышно? Да. Что приятно молодого, красивого миллионера. Селф-мейк, что называется. Человек, который сделал себя сам и не олигарха. Что удивительно в наше время. Мы же привыкли, что только так. Либо криминал и деньги, либо не криминал. И голая зарплата. У вас сегодня есть возможность действительно поднакомиться с совершенно замечательным парнем. Но прежде чем мы начнем нашу встречу, у меня вам большая просьба. Знаете, вот то, что сейчас будет происходить, для многих из вас это возможность посмотреть на новые тренды, на новые возможности. И зачастую, знаете, как наше сознание устроено. Это я знаю, вне зависимости от того, насколько вы знаете и понимаете. И отключается внимание. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами сосредоточились. В свое время, когда-то эта информация изменила мою жизнь. И для меня миссией стала помочь другим людям, сотням, тысячам, сотням тысяч людей увидеть, услышать, понять и воспользоваться возможностью, которая тебя из вечно печального наебного рабочего в поисках дополнительного заработка превращает в свободного человека. Поэтому просьба следующая. Достаем все мобильные телефоны. Мне очень интересно. У меня люди модные, современные, трендовые. Покажите свои мобильные телефоны. В Одессе люди... А у кого есть два мобильных телефона? Да. Ну, карточки. Не по-бедному. А у меня один, только две карточки. Замечательно. Ребят, у меня тоже. Вот когда техника появлялась, что-то было хорошо, когда я не знала, на что нажимать. Я такая вся крутая, и знаешь, когда оно начинает включаться, что с ним делают. Покажите, пожалуйста, друг другу, что вы умеете общаться с техникой и отключите. Полностью отключите. Поставьте, может быть, на виброрежим, хотя будет противно зубе. Отключайте. Я не понял. Вы так нежно все улыбаетесь. У кого выключено уже? Вы будете чувствовать телеволку, когда на вас будут оборачиваться все эти визаторки. А-а-а-а! Вот он, враг. Да? Отлично. Ну что ж, если вы собрались и готовы, у меня к вам просто. Внутри каждого из нас... Вы знаете, что самый большой враг наших возможностей, это мы сами, знаете? Вот эта вот обезьяна, которая прыгает и говорит, ой, неправда, ой, не получится, ой, не мое. И подскакивает, и подскакивает. Давайте мы ее отправим спать. Включитесь, уберите сейчас все заглушки на пути. Просто воспримите информацию, потом будете разбираться. Ваша, не ваша, подходит, не подходит. Просто услышите. Человека, который много лет назад... Вот я смотрю на зал, и я вижу много таких лиц, очень похожих на его в то время. Тоненький, худенький, вот, туманчик. Человек, который решил, что он не хочет быть бедным. Решил, что у него хватит смелости делать не так, как его учили в школе, в институте, в семье. И не сразу нашел, но нашел. И когда нашел, прошел путь, когда не получалось сначала. Но знаете, все великие состояния не приходят к вам во время сна. Правда? Он приложил усилия и нашел в себе мужество приобревать препятствия, не прислушиваться к мнению массы, иметь свое собственное мнение и следовать за своей мечтой, которую он превратил в цель. И сегодня это человек, который живет той жизнью, о которой я уверена мечтаю каждый из вас. Мне очень важно. Я люблю его представлять. Я просто люблю этого человека. Знаете, потому что очень часто общество нам рисует негативный образ богатого человека. Все богатые сволочи, все богатые жадные, все богатые бездуховные. У нас там или-или. Деньги – это ужас, ужас и только нечестный путем. Общение с этим человеком всегда для меня – это новая возможность. Мы постоянно обмениваемся книгами, которые читали, фильмами, которые посмотрели. Это все время новые идеи. И он настолько щедрит, что заработал остаточный доход. Кто знает, какой остаточный доход, подведи руки, чтобы я на вас глянула. А пускайте. Кто не знает, что такое остаточный доход. Смело. Там есть люди, которые не знают, где счастье лежит. Это возможность получать деньги, как гонорар за однажды написанную книгу. Пожизненно. Ежемесячно. Заработал такую возможность, он подумал обо всех других молодых людях, которые сегодня находятся в Польске. И такова широка души, сила, магия, харизма его. Что сегодня за ним десятки тысяч молодых людей, не достигших 25-30 лет, пришли и стали теми, кто открывает путь для своей семьи. Достаточно сказала, правда? Хорошо сказала? Хорошо, хорошо. Продолжение следует. Человек, поменявший свою судьбу. Предприниматель, бизнесмен, щедрой души. Очень успешный пожизненный человек. Платиновый мастер компании международных коробок клуб Александр Пополь. Платиновый мастер Польсков. Пожалуйста, очень приятно вас видеть. Меня хорошо слышно? Или хорошо? Не очень. Через раз. Вот уже хорошо слышно. Уже даже я себя слышу. Давай в последние ряды. Мне вас видно, а вам меня слышно? Да, отлично. В принципе, есть люди в зале, которые уже знают, о чем Багатевич. Есть такие люди? Да, вот есть. Отлично. Есть те, кто не знает. Вот если меня не будет слышно, те, кто знает, расскажут тем, кто не знает. Вот. А я, в принципе... Огромное спасибо Марине за такое представление, такой промоушен серьезный, задуванчик отдельный. Спасибо. Вот. Очень приятно выходить на эту сцену сейчас в эпоху перемен, в эпоху больших моментов, когда все меняется, когда очень большое количество людей задумывается о своем будущем, задумывается о том, что их ждет дальше. У очень большого количества людей происходят перемены, да, какие-то потери, какие-то изменения. А это всегда повод для того, чтобы в жизни... Если в жизни ничего не происходит, мы стареем. Если мы не напрягаемся, то мы не тренируемся, да, и у нас это еще не происходит. А здесь есть те моменты. Сейчас очень много говорят о кризисе. Очень много говорят о том, что нет возможностей. Когда-то у меня была похожая ситуация в жизни, это были 90-е годы, вот, конец 90-х годов, тоже кризис такой какой-то достаточно серьезный. И мне повезло, у меня по жизни много было таких, знаете, знаковых встреч, которые очень серьезно повлияли на дальнейшие моменты в жизни. Повлияли на выбор, чем заниматься, повлияли на действия, повлияли на тактику и стратегию жизни. И вот одна из таких встреч была с очень успешным молодым человеком, для меня это тогда был очень большой пример, он 24 года заработал первый миллион, он очень много сделал для изменения себя. Вот на тот момент, когда я с ним общался, он уже был очень известный человек в мире. И мы когда общались, он мне сказал, Саша, а почему у тебя нет такого быстрого роста, почему ты серьезно не развиваешься? Я говорю, ну как же, сейчас кризис в стране, у нас ситуация такая, у нас там проблемы с руководством там. Он на меня смотрит и сказал тогда фразу, которая вот навсегда засела у меня в голове, он сказал, Саш, запомни раз и навсегда, твое состояние духовное, душевное, финансовое, физическое, никогда не зависит, не зависело и не будет зависеть от экономической, политической и социальной обстановки в стране. А будет зависеть только от тебя. И для меня это вот было понимание того, что на самом деле все в этой жизни зависит от нас. Зависит от нас, от того, что мы выбираем, от того, что мы делаем, от того, что мы хотим. И с чего бы хотелось начать, наверное, с очень простой вещи. Вот то, что вы сейчас находитесь в зале, это не случайно, да? Я понимаю, что у каждого разные пути были приходы в этот зал, да? Кому-то одно сказали, какому-то второго, кто-то не планировал и попал. Но еще больше людей планировали и не попали. Но вот что-то произошло и именно вы находите здесь сегодня в зале. Вот, вы знаете, есть что-то еще до понимания того, что ты хочешь. Вот есть что-то до понимания того, когда ты начинаешь что-то делать и менять свою жизнь. Это вот то, что есть на сегодняшний момент. И если вы научитесь себе задавать правдивые вопросы, вот лично сами себе, ваша жизнь начнет меняться. У меня это все началось не с вопроса самого себе, а с вопроса, когда я смотрел на разных людей, когда я смотрел на своих родителей. Вот часто так бывает, когда вы смотрите на человека одаренный, классный, энергичный, талантливый, но занимается непонятно чем. Да, вот часто такое бывает. Да, вот смотришь на человека и думаешь, ну он же вот такой классный, он же может совсем другие вещи делать, что он хочет-то на эту работу. Или вот что он занимается тем, чем занимается. Вот, но чуть позже я прочитал такую фразу. Вот самые главные, самые правильные вопросы вы должны задавать не миру, а сами себе. И вот, когда этот вопрос родился, через время я его переправил на самого себя. А я себе задал вопрос, а действительно ли вот я делаю то, что я хочу? Действительно я живу так, как я хочу. Вот если вы эти вопросы начнете себе честно задавать, вот действительно ли вы живете своей жизнью? Вот по-настоящему. Можно взять очень просто, проанализировать вот пять лет, которые прошли сегодня, 2000... Какой год? О, идите отлично. Вот 2010-й был. Вот что у вас произошло за эти пять лет? Сколько? Я его поломаю сейчас. А-а-а-а. О, так лучше, да? Вот, может я буду с санычным микрофоном попробовать поработать? Вы можете мне по этому подсказывать? И вот эти правдивые вопросы, они очень много меняют. То есть вот конкретно пять лет прошло. И хотите ли вы не хотите, пройдет еще пять лет, будет 2020 год. Вот исходя из того, то, что вы эти пять лет делали, и то, что будете следующие пять лет делать, поменяется ли что-то в вашей жизни? Вот это те вопросы, которые очень важны. Вы знаете, когда я это анализировал, я смотрел на свою семью, смотрел, что мне в жизни не хватает. Я родился в очень счастливой такой семье, в любящей. У меня мама, папа, еще младший брат, младшая сестра. То есть большая семья, какие-то нормальные отношения, я сто процентов могу сказать, что у меня счастливое детство. Но после того, как я проанализировал, чего не хватало, то на самом деле не хватало одной простой вещи. Как бы это банально не звучало, это денег. Потому что если в семье было больше денег, то родители больше проводили времени с нами, с детьми. Да, они не тратили все это время на зарабатывание денег, на польские какой-то подработки. Мы бы больше общались, мы бы больше ездили, мы бы путешествовали. Да, потому что в детском возрасте, я сам из Харькова, мы на море всей семьей были всего лишь два раза. Вот, вот эти, и как бы банально, и тогда я уже начал задумываться о роли денег. Хотя большинство людей, вот, моей родители, в нашей семье, денег особо не приветствовались. Намного было, как бы, важнее быть порядочными людьми, честными, да, образованными людьми. Но у меня был один вопрос, который я себе задавал. А что плохого в том, чтобы честными, порядочными, образовательными, еще и банками? И вот эти мысли привели меня к тому, что я начал искать, начал искать инструменты, я начал искать те знания, которые меняют жизнь. Почему? Потому что я понимал, что все мое окружение, если бы они знали, как изменить свою жизнь, да, они бы это, наверное, делали. Но они этого не знают. И в итоге я начал читать очень много книг, и вышел на такое понятие, как цель. Вот у каждого из нас есть какие-то цели, которые нас движут. Они могут быть маленькие, там, семиминутные, могут быть, там, на день, на месяц, на год. Но у всех какие-то цели есть. И в принципе, мы все абсолютно целеустремленные люди. Вот кто знает, какой человек самый целеустремленный? Ну, я хотел сказать, что тот, который хочет есть очень сильно, мы подсказали, да. Вот тот, который в туалет хочет, тот еще целеустремленный. И представьте, вот как он идет к цели. И тут у него сомнения возникают. А вдруг у меня не получишь? А цель так все-таки стоит, он думает, интересно, кто-то в этой жизни это делал до меня? А мою ли это? А может, я завтра это сделаю? Нет, на самом деле, это вот сберем и реализовываем, да. И вот мы все целеустремленные, и мы в жизни получаем то, что хотим. Вот на самом деле, это чуть-чуть, это самый главный большой секрет жизни. И я когда начал искать цель, то первое понятие, которое у меня вышло, вот, это фраза, которую я долгое время не понимал. Если вы что-то не можете объяснить ребенку, то, скорее всего, вы не понимаете, что это такое. Ну, немножко странноватая фраза, да? Да какого ребенка надо ловить? Что ему объяснять? Если он не понял, то вы не понимаете. Ну, странновато. А на самом деле, о чем идет речь? А кто чувствует, что в нем еще живет ребенок? Вот не надо руку поднимать. Не надо, но это интимный вопрос. Сейчас на вас пальцы я буду показывать. Вот. На самом деле, вы знаете, вот, я не знаю, как у женщин, но у мужчин первые 40 лет детства они самые трудные. Там уже дальше полегче. Вот. И ребенок, кто такой ребенок, на самом деле? Если вы вспомните, вот, или посмотрите на себя, вспомните действия, ребенок абсолютно целеустремленный человек. Вот ребенок, он точно знает, что он хочет. Первое, то, чему он добивается, ребенок учится ходить. Вот сколько раз ребенок падает, прежде чем научился ходить? Ну, даже посчитать невозможно, сколько раз он падает. Вот если бы мы своим целям шли так, как дети учатся ходить, мы добивались бы абсолютно всего в этом мире. Да? Но если бы ребенок учился ходить так, как мы часто добиваемся своих целей, он даже ползать бы не начал. Ребенок, это тот, кто верит в чудеса по-настоящему, да? Когда возможно волшебство, когда весь мир это сказка. У ребенка немного проблем. Он точно знает, что он хочет. Вот есть у него это, он делает, да, какую-то шкоду. Прям накричали, он пошел в другом месте делать шкоду. То есть он что-то захотел, ему не дали, он второй раз подошел, попросил. Не дали, он третий раз подошел, попросил. У него нет проблемы с отказами. У него нет проблемы о том, что о нем подумают. Почему? Ну, об одежде дети не заморачиваются особо, да? Родители заботятся об одежде детей. Фотографии детские смотришь, понимаешь, родители не заботятся об одежде. То есть, ну, в детстве все просто. Деньги закончились, пошел на день, еще нарвал. Вот-вот-вот чудеса, все происходит. И ребенок верит, ребенок получает. Но у детей можно учиться влиянию на этот мир, на самом деле. Того, как говорят, что дети учатся разговаривать у взрослых. В семье, если ребенок появляется в чьей-то семье, то через какое-то время вся семья начинает говорить на языке ребенка. Да? Вот. И это происходит. А что происходит дальше в семье? А дальше он подрастает, превращается в подростка. Ну, кто такой подросток, уже понятно, там сложнее все. Там уже в чудеса верится меньше. Там уже весь мир против. То ты против мира, то мир против тебя. Да? То проблемы со взрослыми, то проблемы с прыщами, то еще какие-то моменты, то проблемы со сверстниками. И вот подросток это уже тот, который в чудеса верит намного меньше. Да? Ну, или практически вот уже вот такой угловатый. А дальше взрослый. Вот дальше на этом надо сказать, какая взрослая. А кто такой взрослый? Он точно знает, как этот мир устроен, он точно знает, что в детстве бывает, он точно знает, что, как, где, почем. И он точно знает, как его жизнь происходит. Да? И все, и уже ничего не случается. На все вопросы есть ответы. И вот почему я это все рассказываю? Кто такой ребенок? Вот ребенок, на самом деле, это наше подсознание. И наверняка вы слышали такие вещи, что подсознание управляет всем. То, что закладывается нам в подсознание, то, что мы сами закладываем в подсознание, то вся Вселенная подстраивается под это и получаем, вот что вы закладываете в свое подсознание, на самом деле. Вот если вы будете контролировать, что у вас происходит, а это вопрос в цели. Вот почему объясните ребенку? Объясните себе по-настоящему, чего вы хотите. Вот если вы научитесь себе объяснять, и так, чтобы вы понимали, каждый день с этим работать, то ваша жизнь начнет меняться. Что происходит на самом деле? На самом деле люди, у которых нет цели, они не знают, чего они хотят, они работают на цели других людей. Десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей работают на цели одного-двух человек. У тех, у которых есть глобальные цели. Если вы свое подсознание не загружаете, вам его загрузят. Вам его загрузят музыкой, которую вот там сейчас все слушают, фильмами, сериалами. И вы будете делать то, что требуется для этого. Поэтому вот здесь, либо вы управляете, либо вами управляем. Выбор не выбирать, это тоже выбор. И вот здесь у меня был тот момент, я начал сказать, а что я на самом деле хочу? А кто вот разбирался с собой, что он хочет? Вот что хочет вот это вот? Человек, не человек, непонятно что. Вот разбирались, да? А кто нашел вот то самое, вот я точно знаю, чего я хочу? Вот. А кто не нашел? Вот руки тоже не надо поднимать. А то, что на вас будут пальцами показывать, я говорю, что у вас цели нет. Вот. Я искал вот человек, ну понятно, квартира, машина, дом, понятно, да, путешествие. Ну вот классно, но чтобы так вот, вот грело изнутри, чтобы вот этого хотелось, чтобы ты утром просыпал, и этого тебе хотелось. Ну нет на самом деле. Ну вот хорошо бы, но вот может и другое что-то. И однажды у меня цель появилась. Это, кстати, вот выход для многих людей, которые сидят в зале. Однажды моей целью стала найти цель. Все очень просто. Цель найти цель. Понятно? Ребенку по моему понятно? Понятно. Только ему нужно объяснить, что нужно делать, чтобы найти цель. Что нужно делать, чтобы найти цель? А? Совершенно верно. Перепробовать громадное количество всего. Всякие перепробовать. Поездить по миру, попробовать различные направления, различные увлечения, творчество. Переобщаться с различными людьми. Вы никогда не узнаете, как это погружаться в Красном море, пока не поедете ни по грудь, искусе здесь. Итак? Какой Париж, какой Рим, пока вы не поедете и не посмотрите, вашего мнения не будет. На чем лучше ездить? На Мерседесе или на ВМВ, пока на том не поедете и для себя в мнения не сложите. Как это рисовать? Может, вы художник? Но для того, чтобы разобраться, художник вы или нет, вам нужно потратить массу времени, массу денег на материалы, на наставника и массу труда. Для того, чтобы разобраться, да или нет. Мы объясняем моим родителям, чтобы понять, что я не музыкант, два года понадобилось. И, соответственно, деньги, соответственно, мое время в большинстве. Вот нужно перепробовать все. Вы никогда не узнаете, ваше или не ваше, пока не попробуете. Пока не начнете делать. Потому что размышления, а мое ли это, а стоит ли мне, а нужно ли мне это, а в этом ли смысл жизни. Постаньте это тем, ну, можно лошадя, у меня голова большая, пусть думают. А сами разберитесь по-настоящему, вдруг, вот попробуйте. И вот это, для меня это стало колоссальной целью. Колоссальной целью. Я понял, что вот этого хочу. Я хочу пробовать разные вещи. Я хочу низить по миру. Я хочу общаться с разными людьми. Я хочу заводить новые знакомства. Я хочу попробовать рисовать. Я хочу попробовать писать. Я хочу попробовать летать, ползать, нырять. Вот чтобы найти то, что вот по-настоящему, от чего я получаю удовольствие. То, что вот наполнит жизнь смыслом. И это меня отвело. Следующий момент. Что нужно, чтобы это делать? Вот что нужно, чтобы вести такой образ жизни? Деньги строить. Но больше всего прозвучало деньги. Да, нужны деньги. Это раз. Потому что поехать в любую страну, пообщаться с любым человеком, это нужны деньги. Нанять себе преподавателя по рисованию, нужны деньги. Погрузиться в красное воле, нужны деньги. Вот для всего они на самом деле нужны. Но кроме этого, я понимал, что еще нужна одна вещь. Это здоровье. Вот сто процентов нужно здоровье. Почему? Потому что вы видели людей, которые добиваются своих целей, а пользоваться ими не могут. Потому что заканчивается ресурс здоровья. Сейчас колоссальное количество домов продается не потому, что кризис, а потому, что кормилец потерял здоровье. И не может уже это обеспечивать. То есть человек всю жизнь строил в состоянии семьи, потом ресурс здоровья закончился. Что происходит? Добреть сегодня очень дорого стоит. И продается все, и семья вгоряется вдолье, а человек все равно уходит. Если вы думаете о бизнесе, самый главный ресурс в бизнесе это здоровье. Если вы думаете о творчестве, самый главный ресурс творчества это здоровье. Если вы думаете о спорте, самый главный ресурс в творчестве это здоровье. Самый главный ресурс в жизни это здоровье. Потому что без здоровья вас ничего не будет радовать. Ни карьеры, ни деньги, ни квартиры, ни машины. Самое интересное, что любимые люди вас не будут радовать, если у вас не будет здоровья. И вы любимых людей не будете радовать, если у вас не будет здоровья. Поэтому вот этот первый момент очень важен. И ему уделяет очень мало времени, основное количество людей. А потом распачиваться за это, потому что даже тогда, когда получали то, чего они хотят, а не пользовались в него, это тоже отдельный разговор. То есть здоровье, деньги, сто процентов деньги. Деньги это чеканенная свобода. Если говорить о многих вещах, то что многие люди говорят, деньги зло. В магазин заходишь, зла не хватает. Вот человек мимо на Мерседесе едет, зла не хватает. И это вот те моменты, которые говорят, деньги портят человека. Да нет ни одного человека, которого вы испортили деньги. На самом деле деньги проявляют человека. С деньгами человек может быть самим собой. Вы знаете, один из правдивых вопросов, вот мы сегодня говорили в самом начале, о правдивых вопросах, которые стоит задавать себе. Это вот на тему денег и не важны. Скажите, а жили бы вы так, как сейчас живете, если бы у вас не стоял вопрос с деньгами? Занимались ли бы вы тем, чем сейчас занимаетесь, если бы у вас на счету лежало 5-10 миллионов долларов? Вот честно, задайте себе этот вопрос. Знаете, это касается очень многих сверхжизней. Это касается того, где вы живете, касается того, с кем вы общаетесь. Да, общались ли вы в стиле людьми, с которыми вы сейчас общаетесь? Если у вас не стоял вопрос денег вообще на самом деле. Вот это очень важный момент, но почему-то абсолютно большинство людей твердят, что деньги не важны. Знаете, когда вы можете сказать, что деньги не важны, деньги не главное? Вот только тогда, когда они у вас есть. Во всех остальных случаях это похоже на интересную игру. Я не буду ездить на Мерседесе. Вот он мне не нравится, и вообще марка эта не нравится, и не нужен он мне. Абсолютное большинство людей, абсолютное большинство людей могут легко объяснить, почему Ланос лучше Мерседеса. Да? Ну и то, и то машина. Дешевле, бензина меньше ездит. Ездит. Почему в однокомнатной квартире жить лучше, чем в собственном доме? Да? Ну, там операция меньше. Можно объяснить все, что угодно. Но вы с собой разберитесь. И вот в тот момент, деньги портят человека, деньги проявляют человека. С деньгами человек становится самим собой. Если вдруг кто-то из ваших друзей испортился, перестал с вами общаться, задайте себе вопрос, а почему? А потому что на самом деле, то скорее всего, до этого он глюцинарил. Либо появились совершенно другие вещи, он мог стать правдивым. И если говорить о деньгах, деньги – это возможность, чтобы ваши семьи жили совершенно по-другому. Деньги – это защита. Огромное количество маленьких проблем с маленькими деньгами не решаются. Но даже очень серьезные, большие проблемы с большими деньгами практически всегда решаются. Поэтому разберитесь, вот что действительно нужно для жизни. Если взять просто, деньги – это средства. Если говорить по энергетике, деньги – это движущая энергия социума. В социуме сложно что-то сделать и не представить, да, без участия денег. Но деньги – это низшая степень энергии. Если это низшая степень энергии, то она самая легко достижимая. Вот заработать деньги по сравнению с развитием личности, с духовным ростом, с изменением, с миссией в жизни – это бессмысленно сравнивать, это этажи разные. И почему же большинство людей не получают в жизни то, чего они хотят? Вот есть еще один очень важный вопрос, вот честный вопрос к самим себе. Необыкновенно честный. То, что я делаю, ведет ли меня к тому, что я хочу? Вот если этот вопрос вы будете себе задавать каждое утро, каждый день, ваша жизнь начнет меняться очень быстро. Просто необыкновенно быстро. То, что я делаю, ведет ли меня к тому, что я хочу? Когда я выхожу на улицу и иду гулять, к чему меня это ведет? Когда я иду на встречу с друзьями, то, что я делаю, к чему меня ведет? Когда я включаю сериал, когда захожу в интернет на 3 минуты, чтобы выйти через 4 часа. Вот задавайте себе вопрос, то, что я делаю, ведет ли меня к тому, что я хочу? Если да, супер. Вы попадаете в не очень большой процент людей на земле. Потому что абсолютно большинство людей делают какие-то вещи, точно зная, что впереди ничего не поменяется. Мы соцопрос проводили, когда мы выходили на улицу, задавали два вопроса. Первое, работайте или учитесь? Второе, то, что вы делаете, приведет ли вас к жизни так, как вы хотите? 95% людей отвечали нет. А это страшно. Мы говорим о позитиве, о любви, о счастье, взаимоотношениях положительных в обществе. Какие взаимоотношения положительные, если абсолютно большинство людей точно знают, что впереди ничего вообще не светит? Вот чтобы как-то выживать в этом состоянии, нужны суррогатные заменители этого всего. Сериалы, политика, алкоголь. Да, еще много в этих моментах. Вопрос, чего вы по-настоящему для себя хотите? Вот зачастую, в большинстве случаев, это вопрос денег. Профиматурского противника. Если вы честно себе начнете отвечать на эти вопросы, ваша жизнь начнет меняться. И свободное время. А с этим вообще большинство людей не понимали. Я тоже долго не понимал, что такое свободное время. Ну да, тратить на себя, ну да, заниматься чем-то любимым делом каким-то. Но вот ребенку объясните. Однажды я услышал фразу, которая мне всю на места расставила. Звучит так. Жизнь состоит из тех моментов, которые приятно вспомнить. Все остальное жизнью не является. Вот другими словами, а сколько жизней в вашей жизни? Вот я не зря спросил за 5 лет. А сколько вот за прошедшие 5 лет у вас моментов, которые вы реально жили, которые вспоминаете постоянно? Вы знаете, что абсолютного большинства людей таких моментов едва ли наберется на несколько недель за всю жизнь. Это вот тот пример, когда я первый об этом задумывался, когда отец с друзьями, они постоянно встречались там один-два раза в месяц. Я удивлялся, они на каждой встрече говорят раз в одном и том же. Они все время вспоминали службу в армии. А потом я понял, я не вспомню больше ничего. Потому что после службы в армии 30-40 лет каждый день одно и то же. Дом, транспорт, работа, транспорт, дом. Транспорт, работа, транспорт, дом. Транспорт, работа, транспорт, дом. 30-40 лет. Вспомнить больше нечего. И это вот как раз момент свободного времени. Действительно ли вы живете своей жизнью и ваша жизнь вас устраивает? Вот все эти размышления меня привели к одной простой вещи. Мне нужен инструмент, который мне позволит жить так, как я хочу. Мне нужен инструмент, который бы не давал оплаченное свободное время, чтобы я мог заниматься и здоровьем, и тем, чем я хочу заниматься. Найти то, что я хочу заниматься. В результате этого я начал искать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так бывает. Я выключил. Вот. Я начал искать инструмент. Куда у нас основное количество людей ходят за деньгами? На работу. Работаешь. На работу. Молодцы. Нет, ну некогда к родителям ходят. Правильно. В банк. Да, пошел и попросил тебя. Дали. Потом забрать. Вот. Потом потом... Да. На работу. И вот первое, что я начал анализировать работу. Ну я увидел, никто из моего окружения, из моих знакомых, работая на работе, богатыми не стал. А у меня цель была какая? Ну как у любого нормального человека. Ну еще там в юности, у нормального человека цель какая? Ничего не делать, чтобы тебе платили деньги. Это дальше мы потом уже взрослыми становимся и понимаем, что так не бывает. А в детстве у всех нормально, да? Вот. Что бы такое делать, чтобы ничего не делать? Вот. Ну нормальные люди, нормально реагируют. То есть все-таки правда, наверное, уже было такое. Ну вот. На работе никто не будет платить вам денег, если вы не будете ходить на работу. Вот это я точно понимал. При этом я знаю людей, которые зарабатывают очень большие деньги, очень большую зарплату. По 10-15 тысяч долларов в месяц. Это их единицы, их можно не... Но то, что они за эти деньги делают... У них есть классные машины, на которых они ездят на работу и сработают. У них есть классные квартиры, в которых они спят в лучшем случае 5 часов в день. Ну в сутки. Все. Остальное время – это работа. Вы представляете, что за эти деньги нужно делать? И это вопрос свободы. Причем зарплата она везде одинаковая, во всех странах. Вот если это поймете, то тоже зарплата во всех странах одинаковая. Если кто-то думает, что он уедет в Стокгольм, и там у него жизнь будет работать, и там у него жизнь наладится, ничего подобного, там точно же такая зарплата, как в Одессе. Ну это, ну как суммы же разные. А вот что такое зарплата? Зарплата – это во всем мире хорошая зарплата, это те деньги, на которые вы можете одеваться, что-то кушать и оплачивать в то место, где вы живете. Ну на прорезь, в основном. Вот во всем мире это считается хорошей зарплатой. Если вы думаете, что вы куда-то в другую страну поехали, там заработали, сюда привезли деньги, то там, в этой стране, вам нужно будет себе отказывать в одежде, в еде и в жилье. И в конечном итоге это отразится на чем? На том, что еще дороже. Вот зарплаты везде одинаковые. И поэтому работу за зарплату я быстро достаточно отмел. Работа на себя, я работал на себя. Но работа на себя там со свободным временем еще хуже. 24 часа в сутки, вулканой рекорд. Если ты не работаешь, никто тебе ничего не заплатит. На больничный ты уйти не можешь. И вопрос, на сколько хватит ресурса. Постоянно как белка в колесе. Постоянно в поисках чего-то. И конкуренция достаточно высокая. Много таких, которые там что-то говорят. И тогда я взялся за то страшное слово бизнес. Вот бизнес для многих страшное слово. Бизнесом заниматься. Я начал разбираться, что такое бизнес. И первое, что я понял, что да, у бизнесменов, у нормальных бизнесменов, есть оплаченное свободное время. Вот что такое бизнес, если совсем просто объяснить? Это организация труда других людей. Организация труда других людей. И я начал искать для себя бизнес. Но первое, что я начал, я начал разбираться. У меня было просто декоратка, я записывал все, чем я могу заниматься. Я искал, смотрел, встречался с людьми, спрашивал, читал очень много. Я искал инструмент, который мне позволит заниматься тем, что я хочу. Чтобы получать то, что я хочу. А заниматься тем, что меня к этому приведет. Вот, в результате я долго искал и так и не находил. Причем, я тогда уже заработал такую, славу, ненормального человека. Почему? Потому что многие вещи, которые я делал, я их бросал. И она же говорит, да, ну, что-то начал, нужно довести до конца. Да, подарил вам дедушка Запорожец, нужно до конца в жизни на нем лезть. Устроились в этот завод, нужно до конца в жизни у него работать. Ну, а я бросал, почему? А вот тот закон, он уже тогда у меня очень серьезно работал. Я видел, что ничего не изменится. Даже если я сейчас зарабатываю деньги, то проведет 5, 6, 7 лет, а ничего не поменяется. А у меня впереди, я хотел фантазической жизни, я хотел другой жизни. Для себя, для своей семьи, для своих родителей. Поэтому я искал и очень часто бросал то, чего у меня не идет, потому что я хочу. Уже тогда я понимал, что важно найти какой-то эксклюзив. Важно заниматься тем, чем никто не занимается. Важно найти то, чем большинство людей не занимается. Вот. Искал и опять же не находил. И в итоге случилась однажды такая, ну, в моей жизни хорошее событие. На тот момент я считал, что это бесцельно потраченное время. Это моя мама отвела меня на встречу. Причем отвела на страшную встречу. Сначала она сказала так, Саш, пойди послушайте, там люди деньги зарабатывают. Ну, примерно то, что вам сказали. Да? Вот там. И нам тебя научат. Что многие из вас ответили? Если люди зарабатывают деньги, почему они кого-то должны учить? Ну, глупость, да? Сразу зарабатывающе нормально, всем остальным нужно кого-то еще учить. Вот это я примерно маме ответил. Мама, как бы, немного в жизни такую растойчивость проявляла. Это второй раз. Первый раз она меня в институт заставила поступать. Вот с такой растущей. А второй раз вот отвела меня на встречу к этим людям. Причем у нас такой, ну, достаточно стильный, классный зал. Прохладный. Это интересно. А нас с мамой привели в квартиру, хрущевка, без ремонта. Ремонт, наверное, со времен хрущева там не делали. Вот эта мебель, которая умирает стоя советская. Даже стульев не было, посадили нам какие-то подушки. То есть я смотрю, ну, люди реально, вот, образ нищей жизни. И вышел человек, и наклеил листик, такую флеточку на сеналанку. И начал что-то там рисовать шариковая ручка. Вот еще с дефектом речи у него такой дефект речи был. В зале был аншлаг. Я и мама. Причем я уйти не мог, потому что маленькая комнатка была. И мама тут перед входом села, вот, на тебе подушку. И он через бабушку переступишь. Вот, и я сидел, слушал, сидел. Там дальше еще хуже все стало. Там я услышал слово сетевой маркетинг. Вот, для меня это было ругательное слово, вот, как ербалай. Я сидел, вот, знаете, я всеми силами делал вид, что меня здесь нет. Вот, всеми силами делал вид, что меня здесь нет. Но что-то к концу меня чем-то зацепил, какими-то цифрами. И я вспомнил, что у меня есть очень простой момент. У меня есть и драка, с помощью которой я разбираюсь во всем. И я решил, что я разберусь, разберусь, как это, почему это не работает, и почему это никому не нужно, и дальше уже будут заниматься. И я начал разбираться. На следующий день я пришел на встречу уже к другим ребятам. Мне с ними повезло, почему они так же только недавно пришли, как и я. Пришли, то есть не были такие серьезные бизнесмены, слава богу. Мы начали с ними общаться, и они мне говорят, Саша, вот помню одну простую вещь. Есть разные виды бизнеса. Каждый бизнес, он по-своему специфический. В каждом бизнесе есть поясница специфика. И ты приходишь в бизнес, тебе нужно разобраться в этой специфике. Если она тебе подходит, ты можешь с ней работать, то ты занимаешься этим бизнесом. Если нет, ты еще дальше. Вот в сетевой маркете такой же бизнес, как и все остальные. Там нет ничего волшебного, какого-то там фантастического, нетрадиционного. Такой же бизнес, посредничественные услуги. Построение сети потребления. Я на него смотрю, и я понимаю, что в принципе это надо разобраться. Потому что люди-то адекватные, и адекватные вещи говорят. Вот, в результате я начал разбираться вместе с ними. Ушло у нас где-то полгода на то, что мы разбирались. Систему я понял сразу. Я понял, что на самом деле, как это работает. Принцип рычага. В чем отличие от построения бизнеса? Какие возможности от построения? Какая практика мировая в этом виде бизнеса? То, что действительно громадное количество миллионеров, каждый день долларовый миллионер появляется в сетевой маркете. Я это все разобрался. Но я разбирался и с другой стороны. Первый вопрос, который я еще тогда, ребята, задал. Я говорю, ну вот вы говорите, классный бизнес. Все могут добиться успеха. Все могут стать миллионерами. Но посмотрите вокруг. У нас вокруг колоссальное количество людей, которые пришли в сетевой маркете и ничего не заработали. Да, я уверен, что у каждого из вас есть такие друзья, которые пришли, вам рассказывали, как они через год будут миллионерами. Но почему-то прошло уже 2-3-5 лет, они до сих пор не миллионеры. Да, и... Такие вы на них смотрите, и хочется там обнять. Да. Спасти как-то, обогреть. Вот есть такие. Я задаю вопрос, я говорю, ребят, ну ведь такое же количество людей не успешно. Она говорит, Саш, а какое количество людей приходят в бизнес и не добиваются в нем успеха? Вот если вы прогрессируете, то ситуация одна. Колоссальное количество людей пробовали в бизнес, пробовали что-то делать и не добились успеха. Вот то же самое. Если вы поймете, что ничего волшебного здесь нет, надо, то он все расстроится на свои места. Вот. Дальше я начал разбираться. Первое, что случилось, я вдруг неожиданно обнаружил, ну как, ожиданно, только я раньше это ожидал. Я неожиданно обнаружил, что то, что рассказывают, и то, что на самом деле, это две разные вещи. Бывает такое в жизни? Да. Да, часто бывает. Вот. Почему? Я увидел, что то, чем я занимаюсь, через какое-то время, даже если я буду получать деньги, мне все равно придется работать. А она расскажет, что вы приходите в скило-маркетинг, 3-5 лет работать, а дальше у вас все, каникулы, вы миллионеры, делаете что хотите, а вам каждый месяц платят деньги. Вот. Смотрите, я вам еще одну честную вещь скажу. Это не говорят в волшебном бизнесе скило-маркетинга, но в бизнесе нормального бизнеса, нормальных человеческих отношений, в построении большого бизнеса, это говорят. Цель любой компании, как и цель любого работодателя одна, чтобы вы работали больше, а платить вам меньше. Правильно? Или я что-то не так говорю? Правильно. Или есть какие-то артруисты, которые готовы оплатить денег за то, что вы ничего не делаете? Ну, не совсем ничего не делаете. Нет, ну что-то... Вот, смотрите, вот как разобраться в этом, как выбрать для себя условия? Есть такая вещь, которая в бизнесе называется бизнес-план. Ни один бизнесмен без бизнес-плана деньги вкладывать не будет, время вкладывать не будет. Но почему-то абсолютно большинство людей, которые приходят в сетевой маркетинг, им рассказывают бизнес-план, или маркетинговый план, который называется, систему выплат. И говорят, вот смотри, вот и эта ступенька, вот и эта ступенька, вот и эта ступенька. И абсолютно большинство, ну это далеко, мы сейчас разбираться не будем, мы потом разберемся. Да против закона бизнеса. Именно поэтому абсолютно большинство людей не добиваются того, что они хотят. Потому что они не разбирают, не пришли зарабатывать деньги, но не разбираются даже, что для этого делать нужно, что они будут иметь через месяц, два, год, три, в зависимости от того, что они пришли. И вот этот момент я понял, и из первой компании я ушел. Ушел и мои ребята ушли, потому что мы разобрались. И это был первый момент, когда я думал, что я сетевым маркетингом уже заниматься не буду, наверное, никогда. Но опять мне повезло. Мой наставник тогда сказал мне такую фразу. Саш, на самом деле, поверь мне старому бизнесмену, вот то, что ты хочешь, ты можешь получить только в сетевом маркетинге. Он знал мои цели, он знал, что я не хочу работать. То есть я готов попахать, но что потом не пахать. И я говорю, мы же занимались и не получилось. Вот наверняка слышали это выражение от моих людей вопросов. Ну вот те же занимались, у них же не получилось. Или вот друг мой занимался, у него же не получилось. Или вот эта же компания, ну сколько там людей, и она вообще пропала, перестала работать? Сколько таких компаний было за все время? Вот смотрите, он мне тогда сказал так, Саш, вот скажи мне, ресторанный бизнес это серьезная индустрия? Ну как вы считаете, ресторанный бизнес серьезная индустрия? Серьезная, там много миллиардов долларов крутится. А может такое быть, вы заходите в ресторан, садитесь за стол, а там скакет грязная, официант заходит небритый, в грязной отдел. Может такое быть? Таракан вылез на стол, поздоровался. Может быть. И что вы делаете? Вы встаете и уходите. Правильно? Вы ходите и говорите, никогда в жизни я ни в один ресторан не пойду. Все рестораны это обманут, они все такие. Нет, да? То есть вы идете и ищете, где же хороший ресторан? Вы ищите то, что вам нравится и пользуетесь тем, что вам подходит. Вот то же самое и с индустрией сетевого маркетинга. Есть миллиардная, мультимиллиардная индустрия, которая называется индустрией сетевого маркетинга. И есть компании. Вот что такое компании? Компании это инструмент работы. Вам нужно выбрать ту компанию. Мне как раз сказали, Саш, тебе нужно найти компанию, которая тебе подойдет, которая тебе позволит реализовать свои цели. Вот здесь я понял. Уже тогда я понимал, насколько серьезная штука сетевого маркетинга. Если вы сегодня разберетесь, посмотрите, что говорят в мире о сетевом маркетинге, вы в большинстве людей очень сильно удивитесь, насколько это серьезно. Взять самых известных. Кто у нас самый богатый? Билл Гейс, да? Нормальный, авторитетный человек. Как это? Авторитетный? Есть его интервью, можно найти в интернете, где он говорит, очень скоро останется три вида бизнеса. Интернет-бизнес, сетевой маркетинг и те, кто не успел. Дональд Трамп. Известный человек? Да. Один из самых богатых людей в мире. Причем он большой лидер, очень сильный лидер. Почему? Он еще обучает лидера. Он делится всем тем, что получил. У него шорфулы, лидерство, он книги пишет. И вот есть тоже в интернете, можно найти его брифинг, он сидит на сцене, а из зала ему вопросы задают. И звучит вопрос, дональд, скажите, что бы вы делали, если вам пришлось начинать сначала? Он говорит, ну с нуля, он говорит, я бы нашел для себя компанию сетевого маркетинга. И зал засмеялся. Он говорит, вы смеетесь, поэтому вы сидите в зале, а я отхожусь на сцене. Уоррен Баффет. Но Баффет вообще уникальнейший человек. Это самый успешный инвестор за всю историю инвестирования. Вот его слова. Самая его успешная инвестиция моя была в сетевую компанию. Жалко, что они практически никогда не продают свои акции. Да? Ну понятно, о чем он вытрачивает. Роберт Киосаки. Вот кто еще не знает, кто я такой, очень рекомендую почитать его книги. Богатый папа, бедный папа, квадрат денежного потока. И необыкновенная вещь расставляет очень многие. Это финансовая грамотность по-настоящему. Роберт Киосаки, там у тебя миллиардер, он всемирно признанный преподаватель по такому предмету, как деньги. И у него есть книга отдельно. По сетевому маркетингу, почему это величайшая возможность в истории человечества. И когда его спросили, а что нужно делать, если у вас нет денег на инвестиции, чтобы заниматься инвестицией, то я не знаю, что компанию сетевого маркета. Потому что это самый лучший способ научиться менеджменту, маркетингу, рекламному делу, общению с людьми и заработать капитал для инвестиций. А это вот самые-самые крутые в мире. Если вы разберетесь, то действительно очень серьезно. И я разобрался, я начал сказать. Три года у меня ушло на то, чтобы найти компанию. Три года это серьезный срок жизни, да, независимо от того, сколько вам сейчас лет. Три года это много. То есть я такой, ну я знаю, что я ненормальный, три года я скажу. Почему? А от этого зависело от моего будущего. Важнее моего будущего ничего в жизни не было. Почему? Потому что это не только мое будущее. Это будущее моей семьи. Это будущее моих детей. Это будущее моего рода. Это будущее моих родителей. И если я не найду то, что изменит мое будущее, то все остальное время мне нужно будет всем вокруг рассказывать. Почему то, что у меня есть, это хорошо и правильно. Почему ванна случается Мерседеса. Почему вот не ту страну назвали Гантурасом. Да, и искать виноватых во всех концах. Ну, оправдывая себя. Это действительно серьезные вещи. Там даже еще сложнее начинается. Когда ты своим детям объясняешь, почему китайские игрушки лучше итальянских. Да, почему в этом учебном заведении лучше учиться в этом. Что не нужны те сандалики, ты еще какие не сносила. И это не самые страшные вещи еще. Есть вещи еще более страшные, когда вашему близкому человеку нужна помощь. Вопрос о лишении денег. А у вас денег нет. Когда ваш близкий человек страдает. Когда вашим близким людям нужна операция. Вопрос решения денег. Вот поверьте, заканчиваются очень многие моменты на этом этапе. Это вот тот момент, что у меня была школа, я общался с людьми. И они сказали такую фразу, что человек непорядочный, потому что у него денег нет. Я говорю, как это? А как вы сравниваете? Ну, деньги и непорядочность вообще, блин, это сравнивать нельзя. Порядочная, зацветая обязанность каждого человека будет. Как это можно мерить с деньгами? А они так все интересно, как они поняли, говорят, Саша, а как ты считаешь, может ли человек порядочный нить в денег? Я говорю, может. И я оказался правом, может, в двух случаях. Первый, мертвый. Ну, лежит порядочный, деньги ему не нужны. Второй случай, отшельник пустырь, не соцсума. Крышками пытается, Бог уволится, деньги ему не нужны. Во всех остальных случаях нужны деньги. Хотите проверить, не поешьте три дня. Вы столько нового о себе узнаете. И это не самое страшное, лечебное голодание, многие люди делают, и никто еще не умирал. Но есть вот более страшные вещи, это когда вашему близкому человеку нужна помощь, вопрос решения денег. Когда вы видите, как дети ваших знакомых, ваших друзей получают то, что они хотят, а ваши на них смотрят и не получают то, что они хотят. Вот здесь начинается зависть, жестокость, злоба. И вот это на самом деле очень простые вещи, вы для себя разберитесь. Вот именно для себя разберитесь. Поэтому, вот поэтому три года, почему? Потому что ничего важнее для меня не было. Это мое будущее. Это как я буду жить дальше? Что я буду в жизни получать? Чем я буду заниматься? Или всю жизнь себе объяснять, что я такой, какой я есть, я имею право быть. Вот, бедненький, несчастненький, ну и не сложилось в жизни. Ребят, в нашей жизни ценнее жизни ничего нет. Ценнее лично нас ничего нет. Уважать себя надо по-настоящему. Для того, чтобы жить так, как вы хотите. Для того, чтобы ваши близкие, которые рядом жили так, как вы хотите. Не знаю я, как проявить любовь в семье, если ты свою любимую не можешь обидеть, а будто кормить. Если ты своих детей не можешь обеспечить, как ты их тогда любишь? Нет, можно оправдание найти. Видите, это немножко жесткие с одной стороны вещи, а с другой стороны они правдивые на самом деле. И если мы с собой начнём эту тему разговаривать, вы решили стопроцентно насчёт меняться. И я искал. И к концу третьего года пришла информация о коралловой клубе. Я пошёл послушать, так, ну, пошёл, потому что человек не смог человеку там объяснить, почему они... Ну, знаете, есть люди, которым проще сделать, чем объяснять, почему ты не можешь. Вот я пошёл навстречу, первое, что я услышал, это вода. И меня сразу включило. Вода – это стратегический продукт. На воде зарабатывали, зарабатываются и будут зарабатываться очень серьёзные деньги. Вода нужна была мне, вода нужна каждому из вас. Ни в геймзале без воды жить не можем. И мне тогда стало интересно, а что такое компания предлагает на рынок. И в итоге я начал разбираться. Вот ещё полгода я разбирался. Вот ещё полгода я разбирался. По той же самой причине. По причине того, что это моё будущее. А потом я начал этим заниматься. Через два месяца я вышел на чек 700 долларов. Через три года я вышел на чек выше 10 тысяч долларов. Через три года я ушёл на каникулы на шесть лет. То есть 25 лет я стал финансово независимым. И потом шесть лет я был на каникулах. То есть я занимался вот всем тем, чем я себе запланировал. Я ещё не знал, чем я себе запланировал. Это путешествия, это семья, это общение. Это различные вещи, которые можно делать, когда ты не задумываешься о деньгах. В результате, что произошло за это время, мой доход ещё в несколько раз вырос. Не участвуя в бизнесе. Вот это момент выбора правильной стратегии. И сейчас мы поговорим о очень простых вещах. А как выбрать рынок? Как выбрать то, чем заниматься? Ведь у вас у каждого есть какие-то мысли в голове, что делать, как делать. А как выбрать? Как реально на старте, какие есть первые позиции для того, чтобы разобраться? Будет это работать или нет? Можно на это заработать или нет? Говорят, что там учат в Международной бизнес-академии. Может, учат, а может и нет. Но почему-то очень большое количество людей, которые закончили в Международную академию, не получили этого. Вот давайте посмотрим, что можно. Как оценить то, чем вы хотите заниматься? Первый момент. Если взять рынок, рынок делится на мужчин и женщин 15-50. Это возраст. Следующее, то, чем вы хотите заниматься. Вот решили вы заниматься, чем решили вы заниматься? В косметике. Хорошо, в косметике. Косметика это в основном женщины, у нас пользуются, да? Ну, можно вот так вот нарисовать. Что следующее? А следующее, нужно посмотреть, какое количество компаний на этом рынке конкурируют. То есть, с кем вам придется конкурировать? То есть, если вы посмотрите, вы проверите, ни один здравомыслящий бизнесмен косметикой заниматься не будет. Почему? Обессмысленно конкурировать с теми концернами, которые сейчас этот рынок держат. Просто бессмысленно. И вот уже на этом этапе стоит выбирать, задуматься. Это вот тот момент, как мы с вами, классные бизнесмены, решили создать автомобиль. Мы его создадим? Выпустим, выпустим. Сто процентов. Если надо, да, но продать мы его не сможем. Ребята, электромобиль был запатентован в 30-х годах прошлого столетия. Тогда было доказано, что он экономичнее, безопаснее, экологичнее, дешевле. Да? Но электромобили до сих пор по нашей улице не ездят. Почему? Потому что есть другие ребята, которые сидят на трубе, им это не надо. Вот уже есть. Продинаш меняется. Вот именно поэтому есть в жизни добиваются чему-то те, кто занимается тем, чем никто не занимается. Какой товар нужен для того, чтобы добиться успеха? Нужно, чтобы он был независимым от пола и возраста нужен. И лучше, если ему не конкуренции на рынке. Вот это то, что на свое время нашел. Это вода. Причем вопрос индустрии. Вот вопрос бизнес-предложений – это вопрос индустрии. Как выбрать индустрию? Где сейчас крутятся самые большие деньги? Где самые перспективные вещи сейчас находятся? Вот какой рынок еще не занят? В свое время у меня была очень интересная встреча, и мне этот рынок показали. Мне показали, Саш, есть рынок, который будет актуален еще 100 лет. Причем мне это в 95-м году показали. И я задал вопрос, он какой, мне сказали, рынок здоровья. Ну какой рынок здоровья? Я на саптеке на каждом углу. Мне сказали, Саш, ты путаешь. Ты путаешь рынок здоровья и рынок лечения. И тогда нарисовали вот такую штуку. Смотрите. 70% людей в официальную медицину не верят. Прилечиваются только тогда, когда у них другого выхода идет. 20% доверяют, и 10% – это врачи. Вот какое колоссальное количество людей отождеет к медицине? Они готовы платить деньги за что? Не за то, чтобы лечиться, а за то, чтобы быть здоровым. Вот те люди, которые на этом рынке будут иметь небольшую часть, они будут зарабатывать не просто деньги, они будут зарабатывать состояние. И вот это серьезно, и на сегодняшний момент это актуально. В Японии 95% населения принимают витамины, минералы, аминокислоты, какие-то добавки к еде, воду какую-то специальную пьют. Занимаются тем, что приносит здоровье. Индустрия здорового просаживания 95%. У нас 3-4%. И этот процесс с каждым днем растет. Вопрос, каким он будет? У вас есть возможность поучаствовать в одном из самых перспективных направлений будущего. То, что нужно сегодня каждому человеку. И рынок еще свободен. Он на самом деле свободен. И я когда это в 95-м году услышал, я это услышал, но я не знал, как это реализовать. И потом это повлияло на мой выбор. Когда я увидел вот такой пакетик, который плавал в бутылке, видите, да, такой, то мне он напомнил сразу чайный пакетик. Очень сходу напомнил чайный пакетик. А я изучал историю компании. Вот есть такая миллиардная компания, которая называется Липтон. В зале нет ни одного человека, который бы не знал ее. Вот Томас Липтон, это первый человек, который придумал чай пасовать в одноразовые пакетики. И компания очень быстро стала миллиардной, она по сей день миллиардная. Тогда были проблемы с чаем, с его доступностью, с его ценой, с его расспособкой. Он эту проблему решил, да, в результате, что он получил. Компания стала миллиардной. На сегодняшний момент у нас та же самая проблема. У нас проблема с водой. У нас нет нормальной воды. Вода у нас 10-20 раз превышает все допустимые нормы, которые необходимы для требования нормальной воды. И это вы все знаете. У нас сейчас проблемы с чистой водой. Вот этот пакетик решает проблему с чистой водой. Вопрос в том, разберетесь ли вы для себя конкретно в этом. Да? Разберетесь, задавите вопросы, посмотрите, как это работает. Вот для себя, лично для себя, для любимых. Потому что пройдет реально 5-7 лет, и каждый третий из ваших знакомых будет этим пользоваться. Пройдет еще, потому что аналогов в мире на сегодняшний момент нет. На сегодняшний момент она уже в 30 странах работает. И это только начало, на самом деле. Вот разобраться, что люди находят, Роман, я любому человеку в течение 10 минут могу объяснить, почему ему можно пить воду и какую. С точки зрения элементарного здравоосмысла. В течение 10 минут любому человеку, в любой стране мира. Поэтому о чем идет речь? Речь идет о том, что либо вы смотрите и разбираетесь, да, и уже делаете какие-то выводы. Понятно, что речь идет и о бизнес-предложении. За что платят за деньги в караналовом клубе? Посредническая деятельность. Вы наверняка не один раз слышали вот эти моменты, когда бизнесмены, да, есть производитель, есть потребитель, и есть посредники, которые зарабатывают на этом деньги. Вот прежде чем к нам товар доходит, у производителя товар отличается по цене от потребителя. Если взять потребительский товар за 100%, то производитель, как правило, стоит процентов 30. Вот 70% это идут, ну, на крупно, да? О, мелкий, средний, крупный, охрана, сертификация, перевозка, реклама колоссальную часть этого занимает. Вот в чем отличие сетевого маркетинга? Есть производитель, есть потребитель, есть магазин. Не важно, как он называется, он офис-продаж, магазин. Но что происходит? Вот здесь сюда может прийти человек и взять здесь продукт. Просто для себя, чтобы пользоваться. Да? В чем смысл? Он может его взять для себя дешевле. Потому что магазин имеет цену ниже, потому что у него нет вот этих промежуточных вещей. И единая система по всему миру. Ну, это лучший случай по всему миру. Он может взять где-то процентов за 70 от этой цели. Он может продать, да? 30% заработать. Вот у нас все понимают, купил дешевле и продал дороже. Да? Это все понимают. Вот это бизнес. Но вот это отношение к сетевому маркетингу никакого не имеет. Если вам кто-то скажет, что сетевый маркетинг нужно продавать, то он, скорее всего, ничего не понимает сетевого маркетинга. Сетевого маркетинга ничего продавать и нужно. Почему? Потому что продажа – это не сетевой маркетинг. На продаже деньги заработать можно, бизнес построить нельзя. Если вы будете продавать, вам каждый день нужно будет выходить и продавать, чтобы заработать деньги. Где свободное время? А у нас очень большое количество людей спрашивают, чем занимаешься, сетевым маркетинговым. А я спрашиваю, что он делаешь, он реально розницу торгует. Купил дешевле и продал дороже. А за что платят деньги? А вот этот человечек, он пользуется чем-то. Рассказал кому-то, другому человеку о том, чем он пользуется. Мы же все этим занимаемся. Мы все рекомендуем что-то. Если бы нам заплатили хотя бы один процент от того, что вы порекомендовали за свою жизнь, и по нашей рекомендации купили рекомендовать, нам бы работать на самом деле не надо было. Просто задумайтесь, сколько вещей по вашей рекомендации купили. И что происходит? Человек рассказал, и он не сказал, купи у меня, он сказал, пойди сюда купи. Дальше он рассказал, человек пошел купил. Еще кому-то рассказал, еще кому-то рассказал. Еще кому-то рассказал. А этот в другой стране, у него тетя в другой стране, а в другой стране что-то покупали. Но так как вы это когда-то рекомендовали, компания платит процент от товароборота, который находится под вами. Абсолютно идеальная система. Причем независимо от того, в дальнейшем. Товароборот у нас растет, люди в разных городах потребляют. Вы работаете, не работаете, а процент вы получаете всегда. Компания заинтересована в честном расчете с вами. Почему? Потому что если она что-то вам не выкладит, вы развернете все уйти и всем еще расскажете. Да, компания заинтересована в качественном продукте. Почему? А здесь потребители. Если не качественный продукт купить, сюда пустить, через месяц все разберутся вообще. И вот это вот те самые вещи, которые на самом деле этот бизнес двигает. И если, для вас скажите, вот 200 долларов, это серьезно или не серьезно? Как? Сумма денег. Для начала это нормально. Ну, смотря как заработать или потратить. Да? Вот реально в зале находится масса людей, которые вам могут показать, как за месяц 200 долларов заработать. Вот в зале уже громадное количество таких людей, которые не просто вам покажут, они возьмут вас за руку, объясняют, что делать, как делать и частично даже за вас делают. Вот это интересно? А что для этого нужно? А для этого нужно прийти и на себя одеть вот такую профессию, которая называется стажер. Стажер это кто? Это тот, кто разбирается для начала. Разбирается и начинает что-то помогать делать, да? Вот если вы это делаете, есть пошаговая система, есть полностью как делать, что человеку рассказать. Но при этом вы действительно помогаете человеку. Потому что, что бы ни говорили, какие бы ценности в жизни не были, самые главные ценности все равно остаются здоровье, благосостояние, успех, счастье, любовь. Вот это же все остается, оно никуда не девается. Есть система обеспечения. И вот на тот момент, когда вы будете зарабатывать порядка 200 долларов, а для этого сделать небольшой товароборот. Это порядка 7-8 семей, которые разобрались в здоровье, которые хотят что-то пользоваться, которые пьют водичку, которые разбираются вот с теми вещами, которые на сегодняшний момент нужны каждому. Это абсолютно реальность. Сегодня люди готовы круглосуточно работать за 200 долларов. У нас есть возможность, когда вы тратите 8-12 часов в неделю. 8-12 часов в неделю. То есть любой человек может это выделить для себя, да? Вот так же. Да. И у вас этот бизнес строится. Скажите, а есть ли у вас в окружении знакомые, друзья, люди, которым бы интересно было зарабатывать в 200 долларов? Ну, дополнительная заработка тратит небольшое количество времени. Есть ли это? Есть. Могли бы вы найти людей, которые при наличии действительно серьезного инструмента, серьезного инструмента, при наличии системы построения бизнеса, при наличии классного продукта, на котором этот бизнес строится, готовы были вложить небольшое количество времени для того, чтобы дополнительно 200 долларов зарабатывать. Есть у вас такие люди? Есть. Если вы поищите, есть. Вот если вы найдете трех таких человек, которые просто живутся в месяц это сделать, ваш доход будет порядка 600 долларов в месяц. А вот это интересно? А вот это уже интереснее. Но это всего лишь три человека, которые повторили то, что вы сделали вместе со своим наставником. Всего лишь три человека. Вы знаете, абсолютно любой человек это может. Я понимаю, что это звучит для многих вот сто первого раза абстрактно. Но, как я говорил, это бизнес. У него нужно разобраться. Разобраться с пиццикой, разобраться что, зачем, почему. Разобраться с чем работать. И насколько вам это действительно подходит. Ну, если вы находите людей, которые зарабатывают. Ну, что ваши люди захотят, которые почти вот и по 200 долларов заработали, а вы 600 зарабатываете. Что они захотят? По 600. А все же очень просто работает. Но вы-то знаете, как это делать. Вы их можете научить. Но на тот момент, когда они будут зарабатывать по 600 долларов, вы будете где-то зарабатывать уже полторы тысячи. А вот это очень уже интересно. И знаете что? Есть интересный момент. Когда у вас появляется 10 человек, которые, ну даже меньше, ну 8 человек, которые зарабатывают по 600 долларов, вы помимо того, что вы зарабатываете ежемесячно от полного до двух тысяч долларов, вы получаете еще в подарок автомобиль. Ну, давай, как вода себе зашли. Скажите, интересно получить в подарок автомобиль? Просто в подарок. Конечно интересно. А если это автомобиль Mercedes? Если Mercedes-ка класса. Вот на сегодняшний момент это и есть. Те ребята, которые делают товарооборот, порядка 30 тысяч долларов. И при чем это делается? Вот. Есть как и что это делается? Да? По потребителям. Люди просто потребляют. Они получают в подарок Mercedes. При чем нам не нужно платить ни 20%, ни 30%, но получать и свою машину. Вот сколько на это времени уйдет? В принципе, если просчитать, это полтора-два года. Полтора-два года, и вы не будете там страдать эти полтора-два года, потому что уже на первый месяц работы можно выйти на чек порядка 200 долларов. При условии того, что вы разбираетесь, при условии того, что вы работаете в команде, при условии того, что вы учитесь. Плюс к Mercedes вы еще два раза в год получаете отдых за счет компании. Отдых у нас проходит, ну последние проходили до Филиппины, Шри-Ланка, Италия. Это где-то порядка трех тысяч отдых стоит. Причем оплачивается перелет вас в того места, где вы живете. Тоже интересно. За что вы это получаете? За то, что вы уже липперсонно, вы делаете компанию товарооборот. Вот, под вами есть люди, которые потребляют продукт, под вами есть люди, которые строят бизнес. А для этого достаточно найти четырех-пять человек, которые хотят вот тому же, чего хотят. Изменить свою жизнь, быть здоровыми, иметь свободное время и зарабатывать деньги. А дальше начинается еще интереснее. Ну это уже там из области фантастики для многих. Вы получаете процент от мирового товарооборота компании. Три процента компаний ежегодно выделяет и делит между всеми топ-менеджерами. А это уже вот то, что для многих сказка о участии... Ну это акционирование практически. Это то же самое, что вы иметь акции и получаете один процент. Мировая система, которая сейчас уже в простроенной, которая вот с каждым днем набирается больше и больше товарооборотов. Вы можете вот сто процентов в этом поучаствовать. Можете сто процентов в этом поучаствовать только в одном единственном случае, если вы по-настоящему разберетесь. То, что я рассказал, похоже на фантазию, поэтому нужно там все-таки сказать. Есть один минус очень большой. Работать надо. Вот, поначалу нужно работать. У меня ушло на то, чтобы построить свой основной бизнес колоссальное количество времени, полгода. Вот за полгода я практически построил бизнес, который мне позволил дальше не задуматься о многих вещах. Вот могу рассказать на примере, как скоро... Потому что Марина Яковлева очень много рассказала, как я там... Это как все было на самом деле. Вот я сейчас вам правду скажу. Вот. Я разобрался, что Коралловый клуб это мое. И я начал рассказывать своим знакомым о величайшей возможности, которая может изменить свою жизнь. При этом я начисто проигнорировал то, что мне мои наставники тогда сказали. Они что мне сказали? После нескольких встреч они мне сказали? Саш, только никому ничего не рассказывай. Но многие из вас тоже... Не надо никому ничего рассказывать. Как? Это же бизнес. Это же нужно всем рассказывать. Нужно всем рассказывать. Люди все же хотят по 600 долларов, а в Mercedes вообще все хотят. Нужно всем рассказывать. И я решил, что нужно всем рассказывать, и я пошел всем рассказывать. Вот представляете, что я после двух встреч информации, которая не совсем уложилась у меня в голове, рассказывал людям. Да? Ну... Мама, когда меня выслушала, она мне сказала, Саш, вот ты, конечно, занимайся, но когда у тебя не получится, главное, чтобы ты не расстроился. Поддержка. Да. И вы не представляете, что мне мои друзья рассказали, когда я им сказал. Я получил прозвище «Ребалачник», но это все за то же. Хотя я никакого отношения к этому слову даже не имел. Но на самом деле, что произошло? Я продолжал рассказывать. Я рассказывал людям о возможностях. И на следующий месяц у меня появилось три человека. Причем все три мне сказали одну простую фразу. «Саш, водичка классная, водичку мы пить будем, а бизнесе с нами не разговаривали, мы не будем этим заниматься». Ну, знакомая для моей ситуация, да? А что произошло дальше? А вот этот человек, он начал пить водичку. Вода делает чудеса. Вода это самое главное. 80% у нас это вода. Это самое главное. Вот. И он пил водичку, а когда мы что-то потребляем, и это нам нравится, мы все равно об этом рассказываем, да? И он кому-то рассказывал. Люди говорят, так это надо, тоже надо. Где взять? Он говорит, я этим не занимаюсь. Они говорят, ну надо-то надо, где ты покупаешь? Я говорю, ну вот идет его из продаж, называйте мой номер моей дисходной карточки. Вам оформляют вашу дисходную карточку, потому что я этим не занимаюсь. И вы пользуетесь продуктом. Ну, у него появились такие ребята, которые оформили свои дисходные карты и научили других оформлять дисходные карты. То есть суперсложная система бизнеса, на самом деле. Долго он никак не работает. А потом он еще сделал такую неосторожность, он разобрался с продуктом и пропил систему очищения колована. Там 14 дней полностью очищения всего организма. И все окружение начало за ним бегать и спрашивать, а что ты с собой сделал? Потому что выглядели стал лучше энергичный. И он рассказал, но он этим не занимается. Где это взять? Они пошли, взяли, тоже получили результаты, еще кому-то рассказали. Вот он на второй месяц приходит, для чего? Приходит для себя в речке брать. Взять. А ему говорят, а у вас на счету 200 долларов. Он говорит, вы что, меня купить хотите? Ну скажите, страшно, когда вам просто так деньги дают ни за что, непонятно как. Вот страшно. Вот. А на тот момент 200 долларов, это было 2000 год, когда средняя зарплата 20 долларов в месяц была. То есть еще страшнее. Заманивают. Но он начал разбираться. Начал разбираться и начал разбираться с этим как бизнесом. Здесь один человек поднял, второму раз, третьему. А вот здесь появилась такая ненормальная бабушка. Вот ненормальная в кавычках. Она провела, получила какие-то результаты, причем она даже толком объяснить не смогла, что у нее произошло. Там стрелять перестала, там шуметь перестала, и нога сгибаться начала. Но она с таким, такому количеству своих, так воодушевилась, и такому количеству своих бабушек рассказала, что они все тоже начали потреблять этот продукт. Пить водичку, очищаться, есть какие-то витамины. А под ними уже появились еще ребята, которые видят, что если такому количеству людей это надо, то это товарооборот. Да? А товарооборот это деньги. И если ты не можешь что-то отрывать, то нужно это возглавить прямо сразу. Вот. И здесь появились ребята, которые в другой стране вообще потребители появились, сами начали развиваться. Вот смотрите, три человека. Вот эти три человека, через три года они давали порядка 30 тысяч потребителей. 30 тысяч потребителей для любой, для любого магазина, для любого завода. Это очень серьезное количество. Вот они мне позволили уйти на комиссию. Что я сделал сверху, естественно? Вот этих трех человек я не заставил. Я их не уговорил, я их не замолил, я их не захитнотизировал, я их просто нашел. Я давал, 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 давал людям информацию, они это услышали. Услышали и даже не хотели делать это дальше. Вот у вас есть возможность разобраться, потому что на самом деле система простая, гениальная. Абсолютно любой человек здесь может добиться успеха. Не каждый добьется, но может абсолютно любой. При условии, что он начинает что-то делать. При этом у вас есть возможность построить международный бизнес. Потому что компания, вы слышали, работает в 30 странах. Сейчас открывается еще представительство в Азии. То есть о чем идет? А от человека к человеку, вы наверняка слышали это выражение, через 6 рукопожарки мы знакомы все в мире. А вот это и происходит. Вот сейчас в зале сидят люди, у которых большой международный бизнес. Потому что от человека к человеку, из Одессы в Тишинево, из Тишинева в Румынию, из того же Бухареста в Будапешт. А там везде есть люди, везде им нужно. Как сложно построить этот бизнес? Мы поехали в Италию, останавливались на гостинице, такой частный особняк, очень крутой, красивый, такой старинный. И мы утром выходим, мы выходим с другом, все еще наверху, пока до сада горались, мы выходим, и хозяин, у него там кабинетик, хозяин, и гостиницы, и он как, ну, вежливо, с постоянностью звонит, спасибо, что остановились, приезжайте еще. А мой друг, он так, ну, на итальянском языке, ну, как вот так, типа разговаривает. И он говорит, тоже спасибо, классно, что у вас остановились, такое приятное у вас место. Он говорит, хорошо, приезжайте еще, кстати, а чем вы занимаетесь? Вы отдыхать приехали? Он говорит, ну, отдыхать и бизнес строить. Он говорит, хорошо, а чем вы занимаетесь? Ну, просто вежливость, да? На самом деле, может, по-моему, наверное, не очень. Ну, как? Просто вежливость. Вот. И, костер говорит, мы занимаемся водой. Вот нужно было видеть его глаза. Он говорит, водой? Слушайте, это очень интересно, у нас очень плохая вода. У нас вообще вода, которую надо пить. Мы все хотим пить хорошую воду. А чем вы занимаетесь? Это какие-то фильтры новые? Он говорит, ну, да, это карманный фильтр, кидаешь воду, вы можете пить не просто чистую воду, а еще и живую воду. Он говорит, как узнать об этом больше? Он говорит, завтра можно вашим компьютером воспользоваться? Это все равно не надо пить ничего. Выходит? На его компьютер и выходит на сайт компании, включает ролик на итальянском языке. Тут посмотрел, говорит, я это хочу. Вот прямо сейчас. Он открывает на сайте компанию страницу, оформляет ему дискутную карту, тот сразу заказывает продукт, сразу вот. И все, мы уезжаем. Пока мы в круизе семь дней по Средиземному морю ездили, там товар оборот порядка тысячи евро. Бизнесом там никто не занимается. Он взял для себя, рассказал своим знакомым, какая классная штука. А дальше это как снежный пол. Вы представьте, это может быть любой, вот так строится этот бизнес. Это на самом деле просто, легко и весело. При условии, что вы разобрались, при условии посмотрели, и при условии, что это вам лично нужно. Даже если говорить о серьезных вещах, вот я сегодня встречаюсь с очень большим количеством бизнесменов, потому что ни на кого не секрет, сейчас сложная ситуация с бизнесом. И многие люди теряют бизнес, даже имея деньги в недвижимости, всего, и недвижимость хранить надо. И мы начинаем говорить, ну ты знаешь, Саш, что сетевой бизнес это не очень серьезно. Я говорю, хорошо, давайте разберемся. Вот три вопроса. Первый вопрос. Можете ли вы свой серьезный бизнес, вот у вас есть серьезный бизнес, или вы, можете ли вы сейчас уехать в любую точку земного шага, жить там, так как на том уровне, на котором вы жили или живете сейчас. Второй вопрос. Можете ли вы вывести свой бизнес в другую страну? Кто там начал работать, вы жили так, как вы живете. Третий вопрос. Можете ли вы уехать в другую страну и построить такой бизнес, как у вас есть здесь, или как у вас был он здесь? Простой вопрос. Но на самом деле они основополагающие в будущем и в планировании бизнеса. Вот на все эти три вопроса ответ нет. При наличии как бы бизнеса здесь. Я на все эти три вопроса отвечаю да. Я могу уехать в любую точку земного шага и жить там, и получать генки из тех стран, а у меня бизнес в 20 странах, хотя я раньше об этом и помыслить даже не мог. Но от человека к человеку, от человека к человеку в 20 странах. Я могу вывести свой бизнес в любую страну, потому что мой бизнес это люди. Мы собрались с командой, поехали, еще там весело, классно, приехали в другую страну, там бизнес построили. Потому что мы знаем, что делать. Рассказывать человеку как ставить цели по здоровью, рассказывать человеку о здоровье, о воде, о здоровом образе жизни, об успехе и о том, как строится бизнес. Мы это все можем. И на третий вопрос. Я могу уехать в любую страну сам и построить там бизнес? Такой, как у меня здесь. Это вопрос действия, потому что все, все, что мне нужно, это есть у меня. При этом еще момент. Здесь не нужно логистики. Мне приезжают в другую страну, мне не нужно думать, как я завезу товар, как я его растаможу, каких людей я найму, чтобы его продавали, как я сниму офис, как я буду платить налоги. Ты даже сильно знаешь все вопросы? А мне не нужно об этом думать, потому что за меня на этом этапе думает компания. Я приехал в Беларусь и пообщался с себя, мне их сказали хочу. Компания занимается всем. Компания там покупает в офис, компания там завозит продукт, делает сертификацию, растамаживает, платит налоги. Понимаете, о чем это очень? Уникальный бизнес, который для вас стирает еще и государственные границы. Но при этом, что для меня самое ценное, в этом бизнесе можно работать с семьей. Скажите, для кого вот семья действительно большая ценность? Для меня очень большая ценность моя семья. Вот здесь можно работать еще семьей. Здесь по-настоящему можно включить в бизнес своих детей, своих родителей. Даже если они не включатся, вы можете обеспечить им достойную жизнь на самом деле. У меня с детства была мечта отдать вот тот самый долг родителям. Потому что родители дали самое ценное. Вот нам родители с вами дали самое ценное. Они дали нам жизнь. Вот ценнее жить, ничего нет. А что вы в ответ родителям дали? Это очень простой вопрос. Это вот те долги, которые мне отдаются. У меня было колоссальное желание изменить жизнь своих родителей. Да, потом пришлось приложить усилия, чтобы уволить их с работы, особенно отца, потому что чем я заниматься буду. А потом привык. Да, сложно им было там на все лето на море отправить. Ну, тоже привыкают постепенно. Вот. Вы можете изменить жизнь своих близких. Когда, вот для родителей нет ничего страшнее, чем когда болеют их дети. Вот каравный клуб это неожгновенное имеешь. Здесь есть возможность вот дети каравовцев, они если и болеют, то максимум в день. Ну, вирус, кто бы это посмотрели, знают, как решить. Здесь есть возможность работать с ними. Вот здесь в зале находится моя жена. Вот для меня огромное счастье работать вместе. Работать вместе не потому, что у вас принадлежность. Она самостоятельный парфюр, у нее самостоятельный бизнес, у нее самостоятельные достаточно серьезные товарообороты. Она самостоятельно отдельно от меня выступает. Вот я сейчас даже в Минске мы были, я даже виноват начал. Почему? А меня оставили с детьми в гостинице, меня лидером мирового уровня. Она поехала в офис, у нее там две встречи по часу было и пять часов ее не было. Мне потом видео показывали, мне потом такое, не за мои выступления такого спасибо не говорили, как за ее прислали, насколько она крутая, она рассказала о простых вещах. Вот, Коля, можно тебя на секунду? Чего я за тебя оттругаю? Ты же у меня все, что вы видите. в гостинице. Вот она мастер пропаган и он готовил. Бабуль, я так слава вам додороги. Спасибо. Чувствую себя десертом основного блюда и постараюсь продавить надежду вкусным, сладким, тем, ну вот, мое видение женское и таким образом. Влюбилась в караву-куб раньше, даже, чем у Александра. очаровалась начальная концепция, которая мне настолько идеально легла на мое мировоззрение, ведь я закончила медицинский и поняла, что это разные пути, разные направления и с тем, с чем, с медициной я не добьюсь молодости, энергии, красоты. Я любилась. Я увидела в правом клубе, кстати, есть шикарный инструмент для каждого из нас, инструкция к телу человека. Вы посмотрите, действительно, вот простые элементарные шаги, унифицированная такая система, чтобы выглядеть достойно, чтобы, ведь это наша визитная карточка, наша энергия, наше излучение, наша молодость, наша красота, насколько мы будем чувствовать, то и мы будем передавать мир. Потом я расстроилась, что мне не выдают инструкцию к телу ребенка, когда они у меня появились, но я была счастлива, что в этот момент я уже знала вот эти азы, которые предлагают коралл в клуб. Я на сегодняшний день счастливая мама, счастливая жена, счастливый оказалась бизнесмен. Причем я в это плавно как-то влилась. Каким образом? Александр прав, работать нужно, но работа перестает быть работой, когда мы становимся частью этого, когда вот то, о чем я говорил, концепция здоровья становится стилем нашей жизни. Тогда это не работа, это удовольствие, это то, что она движет, это настолько ежедневно, это то, чем я живу, и таким образом я обращаю внимание, что я какой-то магнит, и меня спрашивают. И ведь это ценность для каждого, для мамы, для папы, для брата, но для любого человека ценность, чтобы его дети, его родные, любимые люди чувствовали себя хорошо, чтобы царила именно атмосфера здоровья. когда я это получила, я увидела, что это магия, которая объединяет на самом деле и мужей, и мы смотрим действительно в одном направлении. Это очень интересно, это очень заводит, когда есть о чем поговорить, поспорить. Когда, на следующий день, это для меня сюрприз, вообще город обожает у нас, это город сюрприза, я не знала, что я здесь окажусь. Спасибо вам, как не я, но я такой уникальный человек, который формирует стены, это тот человек, который не слышит оправданий. Я пыталась сказать, нет, 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 я не хочу, не умею, боюсь, нет. Только ведь в развитии, когда мы преодолеваем страх, когда мы уходим из зоны комфорта, мы развиваемся. В Кровом Клубе это на самом деле есть. Личностный рост, формирование команды, себе единомышленников, которые несут эту ценность. Для меня это очень специально значимое дело, потому что, так как я была в профессии педиатр, я наплакалась, осмотрелась, за то, что происходит в реалиях жизни, они таковы на сегодняшний день. И для меня было очень ценно, что, будучи в Кровом Клубе, я могу как раз вот эту вот миссию Крадо Гиппократа, в принципе, которая давала, отдавать людям. И на сегодняшний день я делюсь именно, я как навигатор здоровья, такой GPRS, к успеху, к красоте, к молодости, к здоровым деткам, к счастливым родителям, у которых не было деток. То есть настолько, на самом деле, под каждым словом могу подписаться, я в любви на Кровом Клубе, бывает даже чересчур восторжена, но это жизнь. Это процесс, в котором исполняются мечты, в котором можно без инвестиций финансовых, а только инвестируя свое время, свое желание, свою энергию, добиться действительно у тех результатов. и на самом деле не узнать этого человека, как птичика, я тебе представлю, я помню его. И это, он сам себя сделал, каждый из нас это может. Верю в каждого из вас, в себя верю, вот увидела этот путь, который вам подарила огромное количество молодых людей, бизнесменов, развиваться, не останавливаться, строить свою собственную судьбу, наполненную вот этими как раз ценностями, которые сегодня есть. Спасибо. Это самое важное. Детки, обожденные в Коралловом клубе, они на самом деле министры здравоохранения. Это такие истины, которые берутся, мне кажется, уже с молоком, они в этой Коралловой клубе в принципе сформировались, и это те, ну, 4-летние, 6-летние, 16-летние уже личность, потому что они находятся в той атмосфере, в которой сегодня мы и слышим. То есть это позитив, это цели, это амбиции, какие-то желания, это достижения их. Я уверена, что они постречают своего в Коралловом клубе, я уверена, что они, когда окончат школу, там, заведения учебные, они смогут выбрать путь, не работать не за деньги, а заниматься своим хобби, и у них будет оплачено свободное время, потому что здесь это реально. И каждый из нас, выйдя на точку финансовой свободы, мы на самом деле сможем поправиться в это путешествие. Каждый из нас сможет заниматься хобби, путешествием, всевозможными своими талантами развивать. И первое слово у нашей средней дочки было «папайя». Вот настолько не пахло, он спорил, но все-таки попаю. Да, я желаю объединить вокруг себя, свою семью и двигаться в эти удивительные тени. Все. Я на самом деле у меня на разоритый был. Ребят, вы на самом деле можете. Вот, есть такая штука, вот если бы вдруг неожиданно вы узнали, что вы самый сильный человек на планете. Вот, просто вот попротозируйте. Вот представьте, вдруг неожиданно узнали, что вы самый сильный человек на планете. Или самая сильная на планете. Вот и не в плане физики, а вообще во всех тех понятиях, которые красиво это разумевается. Как бы вы жили дальше? Вот что бы вы делали? Вот представьте, что вы все можете. Ну, а скажите, классно было не просто теоретически, а по-настоящему узнать, что вы самые сильные люди на планете. Классно. Я могу доказать, причем логически. Это интересно? Да. Вот смотрите, у каждого из вас есть мама и папа. Да? Но по-другому люди еще пока не появляются. Говорят, что в Китае уже делают. Но это же неофициально. Это и подделки. Вот, у каждого из вас есть мама и папа. У вашей мамы и папы тоже есть мама и папа. Это ваши бабушки и дедушки. Это уже 4 человека. Да? Потом в Орсе. 16, 32, 64. Представьте, какая колоссальная пирамида. Ваши предки уходят туда, в глубину веков. Причем, сейчас уже говорят о том, что 50 тысяч лет находят остатки разумной жизни, цивилизованной жизни. Вот 50 тысяч лет, посмотрите, запретная археология и вот эти все вещи. То есть представьте, какое количество предков у вас. Это те люди, которые создали вот все то, что нас окружает. Это те люди, которые разрабатывали земли в условиях сомнительного земледелия. Те, которые защищали свои земли от набегов. Те, которые завоевывали земли, создавали великие произведения искусств, покоряли другие страны, переоткрыватели были, выживали, любили, творили. Это ваши предки. Вот если кто-то один из этой всей пирамиды ваших предков, не выжил и не дал жизнь потомцу, вы бы здесь не находились. Представьте, колоссальное количество родов прекратило свое существование. Их вообще никогда не появится на этой планете. А вы есть. Вы находились здесь. Вот в каждом из вас заключен самый высокий потенциал выживаемости на этой планете. Потому что ваши предки такое не пережили, чего нам даже в страшных страхах не снилось. Волод, эпидемии, войны. Все это пережили, не выживали. Вы люди с самым высоким потенциалом выживаемости на этой планете. Вот конкретно вы. Вы реально можете, каждый из вас, один человек может изменить жизнь целой планеты. Если вы победите, если вы начнете что-то делать по-настоящему. Вот вы это можете. по одной единственной причине вы заявляете на этой планете. И вот здесь вопрос насколько вы выберете, насколько вы начнете действовать. То, что вы можете, есть еще один факт, который это подтверждает. Вы находитесь в этом зале. Колоссальное количество людей сюда не дошли. Если бы сюда пришли все, кого пригласили, нам бы всего этого зала не хватило и еще и на лестнице люди стояли. Хотя я был вот и с Маринами были на встречу. Тогда сняли зал на 800, а пришло 1600. Да? Бывают и такие моменты. Но люди, а вы пришли. Вот есть закон случайностей, жизни не бывает. Случайностей и жизни не бывает. Есть такое выражение, случайность это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственными людьми. Вот очень большое количество людей сейчас, которые первый раз, они считают, что они случайностей сюда купали. Но случайностей не бывает. Есть еще один закон. Подобное притягивает подобное.